В мастерской Курбанали Агадилова культурный код буквально в каждом изделии. Без инструкций и уроков в интернете все по зову души. Так в его руках рождаются седла, которые стали разъезжаться по миру. 31 год назад, вспоминает мастер, во время встречи трех президентов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на горе Ордобасы им подарили поседлу. Основание для них сделал Курбанали Агадилов. Отделкой занимались другие мастера. Позже Курбанали и сам научился работать с кожей и ювелирными изделиями. Вот седло, вот видите, если вот так посмотреть седло, вот так если разрядать, он одна сторона должен быть в миллиметрах, совпадать другому. Потому что лошадь, позвоночник идет ровный. Видите, это наша культура, это тысячелетиями нам передано предками. Одесса свои, вот узоры, все остальное. Сейчас секреты изготовления мастер передает своему 10-летнему сыну. Хотел бы бесплатно обучать и других, но желающих освоить кропотливое ремесло практически нет. И это очень беспокоит Курбаналеха. Сам основание седло делать, это никто не хотят. У себя молодежь сейчас в компьютерах, там, вот, например, Америка, Англия, все вот развитые страны, у них всего 2-3 вида седл. А у нас 30 видов седл есть. Я сам вот 23 видов седл делал. Нам завозят сейчас с Киргизстана вот этот железный, в Узбекистан тоже, тоже с панерой. А настоящих, хороших, качественных седл мало, не хватает. Все больше ремесленников, которые работают шерстью и бумагой. А именно изготовление седла. Тут мы хотим открыть кружок, выделить финансирование. Только вот мастер считает, что одного кружка мало. Молодежь необходимо мотивировать, чтобы они оставались в профессии и работали. У Курбанали Агадилова, например, заказов на 50 лет вперед. А всех своих учеников он помнит поименно и следит за их работой. Большинство решили все-таки уйти в ювелирное искусство. Очень важен опыт учителя, какое направление тебе изначально дадут, как научат. Я думаю, что благодаря этому я нашел себя. Когда-то поступал в консерваторию, а потом понял, что хочу заниматься народным ремеслом. Есть у Курбанали Агадилова давняя мечта – открыть музей седла, а еще написать книгу, чтобы оставить потомкам секреты ремесленников. Он собирает и записывает народные приметы, обычаи, пословицы, связанные с конской амуницией.